фильм начала 2010 года моя рецензия вчера я посмотрел этот фильм у себя в палатке под страсбургом где третий год живу не по своей воле как беженец когда-то я смотрел уже этот фильм и я как-то свел весь этот фильм очень простому сюжету но многоуровневый сон какая-то идея и возврат но вчера посмотрел опять этот фильм и открылось много мне деталей каких которые я как-то не или не замечал или не развивал их то есть не очень то их понимал ну во-первых ошибка в этом фильме как во всех фантастических фильмов фильмах куча ошибок в этом фильме например если это сон первого уровня то пять минут сна соответствует часу в реальности то есть наоборот пять минут в реальности соответствует часу сна если это сон второго уровня то уже это недели тому если сон третьего уровня это годы четвертого уровня это уже десятилетия ночью так вот на самом деле во-первых мы никогда не проживаем сон таким которым каким мы его помним мы имеем дело со снами только тогда когда мы достаем из нашей памяти воспоминания о снах то есть вот мы проснулись и мы вспоминаем чем мы там видели это всего лишь память сон это не совсем реальность точнее это вообще не реальность это некие процессы в мозгу служебные процессы процессы предназначены для того чтобы усвоить информацию которую ты получил за день чтобы построить какие-то подсознательные планы чтобы переварить всю предыдущую информацию и мозг это делает так как ему это удобно и сны это то что нам остается после всего всей всего этого вот ну бывает же надо сны такие бестолковые как даже не кошмар какой-то калейдоскоп вот это и есть мозг просто туда-сюда тасует эту информацию и пытается ее минимуме архивировать так сказать вот и конечно же эволюционно не могло не случиться так что наше подсознание нам дается вот эти воспоминания в некоем в некоем полезном для нас виде когда мы в хорошей физической форме когда хорошее здоровье когда все когда голова работает нормально мы получаем эти сны виде мечтаний каких-то в виде каких-то моментов которым мы стремимся или в виде кошмаров того чего мы избегаем то есть это как бы тренажер такой мозг отрабатывает во сне какие-то варианты случаи и дает это оставляет это нам виде воспоминаний специально как бы не подсовывая в виде снов или вот мы просто в нашу память сыпется этакий мусор из вот этой обработки то есть некий дамп памяти но программисты меня поймут то есть вот некая техническая информация и так если для сна первого уровня есть физиологическое обоснование того почему сон как бы вот то есть во сне мы можем ну сон сколько длится ночью это несколько раз по сколько с фаза быстрого сна очень корот довольно таки короткая когда предполагают сняться но это все же опять предположение я на чем строится этот фантастический фильм старый фантастический фильм мы бывает смешные потому что они строятся на еще в этих старых предположениях неверных научных ну и вот за пять минут нам снится там целый там час два во сне якобы хорошо есть физиологии есть этому объяснение вот данность данность такова данность но для сна второго уровня этому нет физиологического как бы обоснования если для сна первого уровня есть физиологическое обоснование что так это работает природа а сон второго уровня тоже засыпает сам этот который вот спит уже персонаж но там вообще может быть все что угодно но в любом случае это все будут те же пять час за пять минут это будет час за пять минут хоть третьего хоть четвертого хоть десятого хоть сотого уровня наши мозги физически они никуда не делись и с ней и все снится в них то есть эти все вложения это не повторение так сказать реальность сон виртуальность это всего лишь виртуальности и виртуальность на одном месте все только вот разные инкапсуляции как бы вот как бы мы объясняем для себя сюжет нашего сна был один сон потом во сне засунули в этом сне еще заснули так до бесконечности вот такая глупость а потом мне очень интересно какую роль этот фильм сыграл в чумке я бы сказал так чумки самоубийств подростков которые прыгали с крыши там и ну так далее в общем которые хотели проснуться якобы вот я думаю что в россии как раз администраторами этих групп которые подталкивали подростков давали им задания там какие-то ну мы биороботы люди мы биороботы мы от этого никак не уйдем совсем глупый слепой человек который считаешь учет не некое высокодуховное существо бла-бла-бла нет мы просто биороботы здоровый человек он более менее как бы этого не видит да и богу узришь умрешь так сказать да то есть мы не можем свою сущность познать потому что это противоречит задачам выживания мы сами себя разрушим этим ну такой что просто поверьте люди биороботы им очень легко давать задание они их очень легко выполняют легко в них все всякие идеи вот идея этого сна вот волчок крутится в самых последних кадрах этого сна и вроде бы как он падает вроде бы нет если он падает значит реальность не падает значит это продолжается сон у главного героя и вот ведь это идея основная для этих групп синяки там и другие которые подталкивают подростков других взрослых людей может даже подталкивают их проснуться убеждает их что это нереальный мир давайте мы проснемся тем что там принять из крыш или еще что мне просто интересно почему вот об этом никто не я не слышал чтобы как сказать чтобы это было на поверхности то есть все эти блокбастеры фильмы вот такие экшены да они мозгодрочка для всего мира то есть это такое молчаливое согласие давайте будем все это кстати пихать себе в мозги и всем окружающим да потому что это нам нравится вот и не будем обращать внимание на последствия такой групповой наркоманизм в виде фильмов но наркомания это такая духовная наркомания природе конечно все возможно любые стратегии любым стиле поведения везде и в природе нет так сайте какого-то высокого верхнего сначала которую нас бережет в природе всему позволяется быть и выживает только то что кстати выживает никто не знает что выживает то есть ну например я уже писал отдельный ролик в чечне осуждают лгбт в европе наоборот защищает лгбт да вот это стиль стиль поведения то заложено в природе как бы нету пустоты в природе любой любая болезнь любой вывих мозговой любое многообразие поведения и американцы сейчас это не считает болезнью лгбт это же не считается вот стратегия поведения такого полового вот я уже чуть мысль потерял да и вот мы не знаем что выживает в одной в одних условиях выживают лгбт как это ни страну те которые битом которые в общем которые так сайте люди менее более гибкие то кстати в этом отношении менее так сказать даже не знаю как назвать более распущенный ладно пусть будет более распущенный в других условиях выживает наоборот более люди более не распущены более аскеты более так с этим нормального в этом смысле поведения и поэтому природа допускает и то и другое потому что в природе нет одинаковых условий вот там одни условия вот там другие условия вот пожалуйста вот есть и то и другое но когда это смешивается тут возникает уже между межвидовая конкуренция конкуренция за выжима за выживаемость ресурс это одни вот в общем сон интересный я второй раз его посмотрел действительно с интересом хотя если бы покой чё там подправить можно было сделать его более бы интересным наверное под сон для меня лично потому что ну слишком много таких логических ошибок на научных ляпусов так сказать вот и я этот фильм не рекомендую посмотреть другим но кстати вот я недавно думала а почему например вот людям нравится запретное мы должны всегда возвращаться к нашим истокам люди раньше группами бродили значит и кто чего увидит то и есть и вот кто больше поел тот и больше выжил вот запретное для других это то что кто-то пытается скрыть кто-то что-то где-то увидел или с кем-то увидел да и вот они пытаются это скрыть вот это запретно это хочется вот то есть запретно это то что хорошее это то есть это это как бы синоним раньше был сейчас у нас понятийный аппарат развился куча слов наплодилось и смыслы разные но тем не менее глубинный смысл глубинный смысл он остается такой вот что запретно это что-то хорошее что плохое не запретят так что вот этот фильм это опасность я бы сказал пожалуйста идите смотрите вот лучше вот так куда своих собратьев подталкивать чем меньше народу больше кислорода так сказать ну а я в своем лагере тут холодно третий день никуда не идут у меня аккумулятор есть сегодня я смартфон руки не беру потому что хочется человека превратиться который был пас первые 30 лет 25 30 лет да вот когда кстати мобильные телефоны появились у меня пи у меня лично первый мобильный телефон появился в две тысячи наверное в восьмом году в 2007 2007 году наверно да а может даже 2006 ну тем не менее вот два в тридцать 36 37 лет да 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 37 лет мой первый мобильный телефон у меня появился и это был еще не смартфон а потом через ну лет пять шесть появился смартфон нормальный такой смартфон правда не очень большой экран но тем не менее уже там все было а до этого еще был более слабый смартфон до 2010 году по моему первый смартфон потом более нормальный смартфон сейчас вообще вот 5 дюймовый экран такой можно и больше взять ну очень мощный кстати и практически процентов 60 80 времени я сижу смартфоне в интернете вот вчера например писал письмо доктор карагате психиатру где требовало заполнить бланк на инвалидность по месофонии и колаустрофобии ушло полдня то где-то так на это дело очень много времени ушло ну до этого писал письмо там в администрацию университета по поводу того как в библиотеке олене на меня накатывают там бочку обвиняют в том что якобы я вино там пью прямо вот библиотеки якобы там ну это неохота мне перечислять в общем разные пустые оскорбления ушло наполнял что-то набрать это письмо но это все тут очень важно потому что это же все таки наша жизнь и если этого не написать вовремя потом это забывается а так останется это памятник эпохи то кстати вот это эпохи вот именно здесь свидетельство такое бытовое исключение интересное я думаю что может когда-нибудь она кому-нибудь понравится ну а с фильмами проблема ни один фильм 2020 года я не посмотрел при большом желании хоть что-нибудь посмотреть ну во первых фильмов мало понятно пандемия ну во вторых это все такое то что ну даже по рейтингу мдб как бы вот я ниже 7 я не смотрю просто принципиально ниже 7 2 я не смотрю ну а редко когда смотрю 6 половиной могу посмотреть там вот но когда действительно фильм не для всех и только поэтому он имеет низкий рейтинг но он очень хороший фильм у таких мало очень мало поэтому я сразу смотрю на рейтинг смотрю на сюжет там на жанр и если что-то не нравится и вот времени трачу вот так что очень большая проблема с фильмами и кстати я вот жалею то что я своевременно на каждый фильм не делаю какую-то рецензию это было бы очень здорово это было бы для меня даже для самого даже интересно посмотреть свои бывшие рецензии как меняется мой взгляд и для других но у меня есть несколько письменных рецензий даже одна рецензия она меня меня самого как бы поражает своей такой до тошностью точностью это фильм сквозь снег по моему фантастический фильм вот ее можно найти в интернете ну в общем так как я сегодня решил не сидеть в смартфоне и не убивать время на всякие нужные конечно вещи но которые требуют огромное количество времени на текст разные там вот сформировать заказ маме найти там в китае что-то там оплатить это проблема большая время много какую-то нормальную вещь заказать там среди этого хлама вот так что вот я записываю ну записывать могу потому что это это полезно говорить полезно когда говоришь больше кислородом дышишь вот мой лагерь после дождя листы по нападала много